Так, Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо, что подключаетесь, слушаете, даете мне возможность делиться, общаться с вами таким образом. Общение в этом и заключается. Слушаем, говорим, обсуждаем. Спасибо. Слушаем, говорим, обсуждаем. Слушаем, говорим, обсуждаем. Слушаем, говорим, обсуждаем. Да, я тогда поделюсь своими реализациями по поводу этих вещей. Да, там в начале, в этой последней, в 19 главе, я так предполагаю, да, там была 19 глава первой песни, он там задал вопросы. Когда он его встретил, там с почтением, ему почтение задал вопросы, ты мне пиши, как вот мне видеть, как смотреть, как думать о Господе, там, ну все, там вот есть разные моменты. В процессе. В процессе. Шкодилга с вами он прославил. Мехараджи Прикшита за эти вопросы. И там он ему начал раскрывать постепенно вот эти все пункты. Как нужно этому следовать, как это можно достичь совершенством. Я, насколько своими словами, с этой техникой, пользуюсь очень, не очень получается с ней. Там были такие моменты, где он сказал, что надо очистить свое сознание. Он весь этот процесс описывал, перед этим, чтобы избавиться страха смерти, что это очень большое препятствие, этот страх. Это обусловленность, привязанность к этому миру. Все это очень важно, и очистить, надо, свое сознание именно от этих привязанных сетев. Вот здесь вот 22 стих, мы его прочитаем. Продолжая задавать вопрос, удачливый царь Парикшит сказал, Убраман, расскажи мне во всех подробностях, как и на что следует направлять ум, и как закрепить это состояние, чтобы очистить сердце от скверны. Расскажи мне во всех подробностях, как и на что следует направлять ум, как направлять ум и на что, и как закрепить это состояние, чтобы оно было бы так, чтобы ты мог бы следовать, как и на что. Медитация была бы четкая. Чтобы очистить сердце от скверны. Для чего именно? Оскверненное сердце, это комментарий Оба-Смелосеевича Бахтедана Санчелкарупада, главная причина всех бед обусловленной души. Материал в мире обусловленная душа испытывает бесчисленные страдания, но погрязшее в невежестве, бесчисленные страдания испытывает, но погрязшее в невежестве не может избавиться от них, потому что в ее сердце за долгое время пребывания в тюрьме материального мира накопилось много грязи. Призванная на самом деле исполнять волю Верховного Господа, она из-за накопившихся в сердце грязи предпочитает служить своим надуманным желанием. Вместо того, чтобы успокоить ум, эти желания создают новые проблемы. Интересно. Чтобы успокоить ум, эти желания создают новые и новые проблемы. Ну, не успокаивают ум. Удерживая душу в круговороте рождения и смертей, от всей этой скверной кармической деятельности и эмпирической философии, кармической деятельности скверной и даже эмпирической философии, можно избавиться только в процессе общения с Верховным Господом. Господь всесилен и может предстать перед нами в своих непостижимых энергиях. Интересно, даже в непостижимых энергиях может перед нами предстать. Это, в принципе, то, что непостижимо, он может прямо предстать перед нами в этих энергиях, которых постигнуть не так просто. Тот, кому трудно веровать в существование личностного аспекта Абсолюта, может общаться с веротруппой Господа, его вселенским безличным аспектом. С веротруппой Господа, его вселенским безличным аспектом. «Безличный вселенский аспект Господа представляет собой проявление его бесчисленных энергий, поскольку источник энергии и сама энергия – это раздействие друг к другу. То даже концепция безличного материального аспекта Господа помогает обусловленной душе косвенно общаться с Ним». Интересно. Материальная вот эта концепция Господа, она как безличная. Общаться с Ним, постепенно поднимая ее до уровня личного общения с Господом. Поскольку Махараджа Прикшит был уже непосредственно связан с личностным аспектом Господа Шри Кришны, ему ни к чему было спрашивать у Шикадева Господа, как направить свой ум на безличную веротруппу Господа. Однако, выслушав подробное описание в инфекционной практике, он спросил об этом ради тех, кто не способен постичь что-то неслентный личностный аспект Господа – воплощение в вечности знания блаженства. «Непреданны лишены возможности размышлять о личностном аспекте Господа». «Непреданны лишены этой возможности размышлять». Брусно, конечно. «Из-за недостатка знаний они не могут примириться с существованием личностных воплощений Господа Рамы, Кришны и так далее. Они недооценивают могущество Господа». В Багдите 9.11 «Сам Господь говорит о том, что недалекие люди высмеивают верховную личность Господа, принимая Его за обыкновенного человека. Им ничего не известно о непостижимых энергиях Господа, благодаря которым Он может принять облик человека для любого другого существа, оставаясь при этом всемогущим Господу и не утрачиваясь в этом смертном положении». Поэтому ради тех, кто не способен принять Господа в Его вечной личностной форме, Махараджа, предшествующий, спрашивает о Шкадео Госвами, как сосредоточиться на Господе. И Госвами объясняет это следующим образом. Шкадео Госвами ответил «Сев в определенную позу и управляя дыханием с помощью юридической пранаямы, Йог должен обуздать свой ум и чувства, и силы разума сосредоточить ум на грубых энергиях Господа. Называемый вера трупа. Что же в скобках? На санскрите «Стхули». На Шрилу Пропаду он так само определяет, что это «Стхули» – это вера трупа. Ум, поглощенный материальным, мешает обусловленной душе выйти за пределы представления о своем толь действия с телом. Поглощенный, погруженный материально. Он мешает выйти за пределы представления о своем толь действия с телом. Поэтому закоренелым материалистам необходимо изменить свой образ мысли, воспользовавшись системой медитационной йоги, практикой которой состоит в принятии определенных пост, управлении процессом дыхания и сосредоточении ума на Всевышнем. Пока материалист не очистит свой поглощенный материальный ум, он не сможет сосредоточить мысли на трансценентном, пока не очистит. Поэтому ему рекомендуют сосредоточить ум на грубо материальном, внешнем аспекте Господа. В последующих стихах дано описание различных частей вселенских форм и Господа. Материалисты с помощью данного метода самоконтроля надеются владеть мистическими силами. Но на самом деле цель йоги – очистить, накопившись материальной скверной. Интересно, что с помощью этого метода, аштанги йоги, пранаяна, это Кампака, Ричака и третья, я не помню. Это они могут развить мистические силы. Парадокс такой, это с помощью дыхательных простых упражнений. Но на самом деле цель йоги – очиститься от накопившихся материальной скверны, возделения, гнева, алчности и тому подобного прочего. Сбиваясь с пути и увлекаясь побочными эффектами мистического самоконтроля, йог-мистик не достигает успеха в йоге, конечной целью которой является осознание Бога. Такому йогу рекомендуется сосредоточить свой грубый материалистический ум на иной концепции Бога и постичь таким образом энергию Господа. Осознав, что материальная энергия является функциональными проявлениями трансментного, он поднимается на следующую ступень, постепенно достигая полное самосознание. Следующая ступень будет потом описываться. Осознав, что материальная энергия является функциональными проявлениями трансментного, функциональными проявлениями трансментного, функции трансментного – это просто разные формы взаимодействия, как Господь проявляет, действует в этом материальном мире через посредство этих энергий, что они именно являются теми функциональными. акумпхака человека и так ну окей но это весь этот процесс я как-то не помню кричат это как бы дыхаешь задержишь дыхание потом выдыхаешь потом обратно задержит дыхание вдыхаешь задержишь выдыхаешь задерживаю такой процессов и вот они вот эти все первая компака ричака потом ты 3 не успел там не можно знаете вот этот есть такой процесс и с помощью этого процесса на штанга йоги восьми ступенчатой йоги тоже как бы наверное про на яма это уже на вторая ступень первая ступень это эти упражнения дыхательные потом медитации и так далее написать один из них это про на яма на за этих трех составных вздоха задержки выдох на задержке там это капиладева я не помню какой стих 328 глава там каком-то одном из стихов он описывает этот процесс на там шел пропада комментирует да вот это все именно нужно нам для того чтобы очистить сознание конечно вот здесь вот как про буджон говорил там тоже шел пропаду комментарии что-то махараджи парикшит он естественным образом спросил так ну в общих чертах вот просто поскольку это практике там сиделец слушающие чтобы им было бы тоже интересно потому что они там не мы тоже пытались помочь вот и не тоже разные выдвигали разные варианты можно достичь этого совершенства и он естественным образом чтобы это было бы всем интересно тоже задал так вопрос для нас и ситуации там разные были мудрецы и конечно это в каком-то отношении очистить свое сознание от этих всех накопившихся опытов чувственных наслаждений это очень непросто я даже вот иногда тоже какой-то момент убываю себя так ложь на разных мыслях я конечно я просто об этом говорю так может иногда слишком откровенно но так я думаю что если мы честно мы сами можем себя поймать на таких разных моментах но может кому-то по-другому вот иногда было такие моменты когда ты видишь просто прекрасный пол например ты чувствуешь как твоем сердце в уме проникает такая мысль как красиво как прекрасно вот и как бы восхищаешься этой красотой даже возникает возделение внутри такое желание этим обладать на какой-то момент себя ловишь на такой мысли такой ты думаешь но уже возраст будет и все равно уже насладиться бы этим не смог бы понимать что ты думаешь об этом вот а если это встречи жизни пойми одну истину который если на такой осознаешь этот момент что помимо от этого плюса это очарование например прекрасный пол существует еще минусов много вот и самый большой минус этого разделения к мы знаем что такой камнем и сша представляет конечно бог까지 о ней говорит от куда она возникает кам она возникает после контакта с материальными объектами это материальная бег с него из этого контакта среди материальной объектами тебя возники привязаны к этому объекту вот и и что происходит когда не удовлетворяется твоя привязанство и ожидания происходит гнев вот и в результате это гнева происходит что затмение разума человека перестает воспринимать это адекватно поэтому ты понимаешь что когда ты войдешь контакт с этим материальным объектом у тебя самого возникнет привязанность и возделение и у того тоже контакт который проявляет этот интерес него тоже возникает привязанность и возделения и ожидания вот и мы друг от друга чего-то ожидаем вот эти ожидания не сесть могут за них не так просто удовлетворить эти ожидания потому что они надо будет завышенные ожидания иногда мы просто желаем даже сами не знаем чего надо было точно сложно собрать и чем мы желаем поэтому очень сложно разобраться что другой желает что у него на самом деле в уме поэтому он не постоянно поэтому ты просто понимаешь вот эта вся материальная энергия со своими возделениями со своими ожиданиями своими привязанностями все вот эти объекты вот они все равно что-то ожидают даже неудушевленные предметы у них тоже есть какие-то ожидания и может как бы сразу вкладывать этот потенциал ожиданий машина например покупаешь и она ожидает того у меня уже заложенных потенциале что ты за не будешь ухаживать что-то пио буш и месть ты будешь ее топливом заполнять там быстро за ней присматривать это ее ожидание если ты не будешь это то что чем ее потребность удовлетворять эту потребность то ты не сможешь наслаждаться настоящим ты с другой стороны иногда бывает очень сложно удовлетворять другого потому что у него тоже есть ожидания другого объекта вот и у тебя есть ожидания вот и другой объект он когда разделение ты значит что он для себя но другой объект он думает о себе и нам очень сложно думать о другом вот как-то просто вникнуть в этот суть конечно на каком-то отношении так вот иногда тоже думаю размышляла балансе об этом что такое баланс что такое середина что такое но это все баланс это фактически это зона комфорта для человека где он себя комфортно чувствует конечно мы иногда говорим что от зоны комфорта надо избавиться но в действительности это не простая штука от зоны комфорта избавиться потому что этот баланс это есть зона где ты себя чувствуешь комфортно в этом пределе ты знаешь что ты чувствуешь себя счастливым вот и фактически чего нам не хватает нам вот именно не хватает того что кто-то мог бы думать о том как сделать нас счастливыми каком-то отношении потому что нам вот именно этого не хватает чтобы кто-то нас делал счастливым кто-то бы нас бы поставил в эту зону комфорта чтобы кто-то сбалансировал на как бы наше сознание сделаю счастливым конечно я помню когда мы жили в храме у нас как бы какое-то время ходила такая но философская основа как слушание участь участливое слушание нас учили так что вы должны научиться слушать собеседника потому что ну всем нам именно этого не хватает что я даже вот как-то смотрю смотрю иногда этих ютуберов которые там тоже философские всякие разные реализации как они делятся там и там один ютубер он такой сказывался говорит что на самом деле никто тебя не сможет понять нам вот именно не хватает того что кто-то кто бы нас мог бы понять вот эта пустота такая некая нам хочется быть чтобы кто-то нас бы прочувствовал чтобы кто-то нас полюбил чтобы кто-то нас понял говорит ну с кем бы ты не пытайся говорить с кем ты не пытайся открыть себя тебя никто не понимает просто вот и конечно не раньше на махарач как-то он это модель мохан он говорил я так до конца не понял эту модель мохан реализации ли это не раньше махарач поделиться другим с вами суть будет сказать что на самом деле действительности когда кто-то нам раскрывает сердце мы в действительности мы этого и не понимаем что он хочет что у него там уме какова его истинная потребность но самое важное там это просто выслушать его с участием просто просто сочувствовать как-то просто пережить как бы сопереживать вместе с этой личностью когда он делится чем-то чем-то наболевший и все становится на свои места на это человек сразу удовлетворенный и поэтому среди материалистов у них такая штука есть что когда вот они приходят кому-то пытаются поделиться никто просто не слушает он начинает сразу давать лекарства вот этого не хватает возможности просто чтобы кто-то выслушал ей и не дал тебе сразу быстрого лекарства не дал бы определение потому что надо этого просто именно наболевшие вылезть куда-то кому-то это тоже один момент такой который помогает нам формировать отношения вот чтобы мы могли быть в гармонии в балансе потому что в действительности за этих всяких разных вещей о каком-то отношении нам следить органу бога бакси вот это именно вот смартфон память у меня когда у тебя в памяти уже зафиксирован вот эта вся медитация на господные лотосные стопы когда у тебя уже рада там спонтанное влечение такое когда ты уже постоянно думаешь о господи не может никуда отвлечься потому что у тебя спонтанность так проявляется надо ты можешь действительно если тогда тебе не нужны никакие объекты чувств ты можешь просто тоже свои чувства переключить их просто медитация на господа и погрузиться все ощущения эмоции внутренние эмоции внутреннего мира увидеть господа не с ним отношения вот ну поскольку мы вайдхи бакты то нам нужно объекты чувств поэтому нашим ушам нужен звук мы через звук на самом деле можем свою куда-то погрузить поэтому надо воспевать святое имя слух потому что когда вот и например медитируешь на что тут как господь читания я читал эту читань шаритамры тут есть последнюю же книга и он там тоже в одном месте он сокрушался господь читаний он говорит что говорит я не могу мои чувства не как лошади бешеные они меня разрывают просто я слышу звук и тут звук не флейты вот я вижу его форму я чувствую его аромат чувство вкус его на это меня все эти мои чувства не разрывают я после не могу то потому что там описывается так что там настолько интенсивная погруженность вот вы попробуйте свой ум сразу на несколько объектов погрузить это нереально просто поэтому ты погружаешься или когда ты смотришь на что-то ты смотришь но если начинаешь нюхать запах откуда ты сходящий ты сразу твой ум он переключается на этот запах и господь читаем сокрушался что я не могу я что мне делать как мне быть я не могу это это действительность это конечно если у нас такая медитация на господа возникнет тогда уже другое дело у нас сейчас настоящий момент у нас вальт и поэтому нам эти объекты чувства не нужны но у нас конечно нету проблем такой погруженности поэтому для нас вот для ушей это объект это звук вот и поэтому мы подрухотворяем эти наши чувства посредством этих духовных объектов чувств вот это звук а этот звук у нас откуда выисходит он исходит от преданных этот звук вот которые говорят про крышным который воспевает его славу которые воспевают его святые имена которые ну этот звук там киртуны это буквально это двухотворять наше сознание обер чувств такой сама вкус просад на вкус но он так сам одухотворяет наши чувства. Мы кушаем просад, это очищает наше сознание, наш ум очищается таким образом. Так само запахи, ароматы, которые божества, благовония, цветы, все эти ароматы. Благовониями пронизаны все алтарные, чистота, комната, чистота, где ароматами пахнут разными, благовония, сандаловое масло, еще чего-то. Приятные запахи. Или просада, когда уже приготовленный запах, там тоже очищает сознание. Так само язык он для чего? Ну, чтобы кушать и чтобы говорить. Язык наш, он так само является объектом для чего-то слуха. Потому что это так, он является объектом для... Ну... Так тоже. Поэтому вот мы таким образом очищаемым через вайт-и-сатхану. И для вайт-и-сатхана это очень важный один аспект, это слушание, подчеркивается. Слушание. Поэтому есть дружеские отношения, это говорить о сокровенном и слушать. Это все, что сокровенно исходит. И вот это очень такой важный момент, что вайт-и-сатхана-бхакци, что на самом первом месте это именно слух и речь. Вот мы слушаем друг друга. Послушаем. Поэтому это потребность просто бхакти так же самое делиться. Предан, когда он испытывает бхакти, ему тоже хочется делиться. Потому что, ну, я реально не представляю, как можно это в себе сдерживать. Конечно, может и можно, конечно, сдерживать, но бхакти, они не могут этого сдерживать. Им хочется, когда они изучают, когда они что-то читают, когда они что-то переживают, он будет с собой просто делиться. Вот это очень хорошее зум-санга тоже. Есть такая возможность вообще, когда премия собирается, так он обсуждает. Это тоже классно. Поэтому вот это именно вожделение, оно побеждается благодаря тому, что мы наши эти чувства направляем на объекты духовные, на духовные объекты, которые очищены, объекты. Это на преданных направляем. Потому что преданы они своим поведением, своим проявлением, своих чувств, или своих чувственных эмоций, проявлением, они нам напоминают про Господа. Особенно если эти преданные, они самореализованные души, которые нам могут напоминать о Господе, это вообще для нас великая удача нашим чувствам контактировать с этими объектами, с этим объектом, который будет для нас как милость большая. Конечно, он здесь уже описывает ему практику о штанге, которые подразумевают одинокую практику уединения. Конечно, для Века Кали это очень непросто уединиться где-то. Конечно, для того, чтобы даже уединиться, надо очистить свое сознание. Это уже нужно, человек должен быть готовый и понять, осознать, что объекты чувств это препятствие, материальные объекты чувств, это значит чувственное осложнение, которое именно не входит в рамки духовной практики. Чувственное осложнение, или греховные привычки, греховный вкус. Они будут именно вести нас по нашему жизненному пути. Они даже нам не дадут возможность сконцентрироваться на Господе. Это большая проблема. Когда ты будешь повторять Харикришну мантру, если ты объектом своим чувством позволяешь наслаждаться не в рамках духовного, они будут тебе об этом просто постоянно напоминать. Ты будешь повторять, и у тебя будут возникать постоянно во мне какие-то мысли, которые связаны с этим наслаждением. Это будет очень непросто. Поэтому для Атэштанга-йоги нужна именно практика такая, которая исключает семейные отношения. Брак исключается для Атэштанга-йоги. А в нашей концепции Бакси, это то, что нам Господь Читания дал практику Бакси, это восприятие Святое имени Господа. Она настолько могущественна, практика, пропадает там 3.28, комментирует, что она настолько могущественна, даже более могущественна, чем Атэштанга в каком-то отношении. Конечно, очень интересно, почему, что когда я говорю с вами, на преддверии Кали-йоги, он написывает Махараджи Прикшиту, и вот тем мудрецам описывает именно эту практику, аштанги, медитации. Как бы ни было, там далее будет разворачиваться вероятность в это событие. Вот, но Господь Штанин пришел, нам дал святым именам успевания, шелкопадам, просвеляя Святой Имам, говорит, что на самом деле практика вот это дыхательное упражнение, она успокаивает, он балансирует его, когда он становится спокойно. Говорит, но Харе Кришна мантра, она так само обладает вот этим свойством, воздействием, таким, что когда мы повторяем Харе Кришну мантру, концентрируемся на этот звук, он так само успокаивается даже без дыхательных упражнений. Он таким образом очищается, и там есть шаштки, где говорится, что с помощью воспевания Читодарпана Марджином очищается наш ум от всех этих разных природных свойств. Мы сами это замечаем постепенно, что эти желания не как бы есть, но если ты прикладываешь усилия для того, чтобы воспевать Харе Кришну мантру, сам замечаешь, как только приложил усилие, сразу ты чувствуешь, как Харе Кришну мантру, она побеждает. Никому без почитания говорит, пускай эта победа с ней зайдет. Поэтому Харе Кришну мантру побеждает эти разные наслоения в уме. Надо просто усилия для этого приложить. По крайней мере, это меньше усилий, чем для того, чтобы с путем аштанга йоги достичь. Там эти асаны тоже помогают обуздать эти чувства, как-то там на что-то давят, на какие-то разные аспекты этих точек, наверное, которые успокаивают эти чувства. возделение отстывает, желание кушать уходит куда-то, наверное, уже не беспокоит эта вся пища, как-то там все это происходит. Пранаяма успокаивает всех, которые герты чувств возбуждают. Мы должны тоже идти куда-то в спокойном месте, и это все нам вместе помогает. Харе Кришну мантру таким обладает, что очень мощно действует. Помогает нам ставить эту волну. Поэтому Харе Кришну мантру мы следуем этой практике, успеваем святые имена, слушая, как преданные успевают, сами успеваем, собираемся в киртанах вместе, открываем свое сердце при киртанах. Делимся друг с другом, даем возможность каждому открыть свое сердце Господу. Потому что по мере того, какие там возможности, общаемся друг с другом, обсуждаем, друг друга угощаем просаду, угощаем просаду. Это дружеские отношения такие. Это ващнавские дружеские отношения. Потому что ващнав делится сокровенными, это понятное дело. И вот эти сокровенные вещи, они нас связывают. Материалисты тоже делятся сокровенными, их связывают, все отношения. Потому что мы не можем без этих отношений. Потому что наши чувства пока еще такие, что мы не можем. И наш ум пока не сконцентрированный. Господи, поэтому мы это и ваще следуем. Да, иногда бывает, конечно, почему иногда бывает, что у нас есть такая склонность к накопительству знания или к информации, такая информативная потребность. Потому что люди, они все ищут информации. Где какую-то мысль гениальную поймать, где чтобы такое было какое-то лекарство, которое ты просто потребил, и сразу становится хорошо. Гениальная мысль. И обычно эта мысль, если она человек как потребность на угне страсти, она естественно направлена на то, как свои материальные потребности удовлетворять. И он человек, он ищет этот ответ, где услышать ту пилюлю получить через слушание, которая бы дала мне полное четкое понимание того, как я могу достичь этой цели материальной. И люди, когда на угне страсти, у них такая ум не может сконцентрироваться где вот эта потребность. вот, и поэтому информативная такая потребность существует именно только потому, что человек хочет удовлетворить, удовлетворение получить какое-то. Но когда преданное уже понимает постепенно, что страсти, она не дает ничего, что вот эти материальные объекты, они реально не приносят удовлетворение. Когда ты это понимаешь, ты начинаешь стремиться к знанию, к истине, к осознанию того, почему это так, где, где. И даже там эта потребность, она тоже ее не просто удовлетворить. Ты там и то, и то. Я даже сам вспоминаю, когда я не был преданным, не то, что преданным, я не был Ари Кришна. Вот, я любил тоже всякие религии, ну, скорей, конечно, еще там не столкнулся. Вот, христианство. Вот, я тоже искал, и там размышлять любил, и мне эти мысли гениальные приходили, я их записывал, там, и мне это было все такое. Но каждый раз я замечал, что, как бы, вроде бы, приходит сейчас все, я осознал истину, и в какой-то момент ты такой понимаешь, что ты истинная, ты не осознал ее, ты еще чувствуешь, что в условности она возвращается. Вот, и ты думаешь, ну, вот сейчас осознай истину, вот сейчас, вот я осознал истину, ты еще считаешь, там, все слушаешь, там, все, я сейчас осознаю истину, истину. Вот, вроде кажется, все гениально, мысль гениальна, и чувствую, что в жизни она не дает, что-то не дало, что-то не произошло внутри, в сердце. Это, действительно, у нас потребность не просто информативная, а потребность в отношении с Господом, в Господе потребность конечно когда под влиянием страсти человек у него потребность она такая на материальные вещи направлены он ищет где 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 он так вот ну как стать богатым как обрести там но успех удачу там как жену красивого мужа красиво там всякие разные такие вещи вы не страсти такая потребность где услышать как вот это все как это как то вот вы не невежество человека его двигает желание например он негодует о чем-то у него какое-то разочарование в жизни и он как бы в ком-то разочарованы в чем-то разочарованы и он еще подтверждение своих разочарований он ищет от этих нектаров такие которые ну вот какой-то критику любит слушать какие-то оскорбления какие-то недостатки какой-то аппарат и какие-то в адрес к вот ему это нравится какие все плохие как все плохо кругом он просто этим наслаждается в уме невежества но реально это ему наслаждение не приносит он находит это вроде бы решение на художке плохой этот очень плохой он такой плохой но чувствует на сердце все равно нету счастья не удовлетворяется это потребность не удовлетворилась она но не счет еще ну еще может быть еще где-то на еду где он настолько плохой и ты даже вроде находишь это и все равно это чувство что сердце начать счастье нету сердца то сама страсть этом ты находишь там все вот я нашел как миллионером стать вот там кто-то все по пунктам и такой чувствуешь но нету счастья если вроде как бы нашел столько мы приложил усилия но нету счастья поэтому так вот слушание она направляется благости конечно человек он ищет что-то такого как как где там все и поэтому уже игры господа его лилы это трансцендентная реальность она уже как бы даже макбагатом для трансценденталистов но он каком-то отношении когда ты читаешь вот эту самбанку шлем макбагатами и багатгиту она чуть-чуть отличается здесь нету таких каких-то детализации на этих всех аспектов как у там гоны там все все управляют здесь как-то больше направлено на господа на все как он себя проявляет как у кимен энергиями как он себя как управлять свои какие-то личностные но материальные энергии он как бы так не акцентируется на этом слишком глубоко здесь уже так и для трансценденталистов поэтому вот это игры господа когда ум он осквернен вот этими всякими вещами конечно точнее будет сложно поэтому там кому-то дхарма будет актуально вот изгона невежества там человек уже тут страсти поднимают он ему дает понять что но если ты из-за чего ты разочаровался там и разочаровался за того что тебе не дали возможно удовлетворить твои желания какие-то материальные да ну хорошо но ты знаешь как можно удовлетворить свои материальные желания ты не ожидает там эту просто богу поклоняйся служи господу твои материальные желания не удовлетворяться просто это поверь попробуй ну конечно это понятное дело когда потому что вот эта шратха вера она исходит от преданного для нас и поэтому каких преданных мы встречаем такую шратку получаем если мы встретили человека который но преданную практику тыщи от грея нигуны невежества он тебе сразу удовлетворяет твою потребность невежества с тобой движет невежества и ты получаешь рак то что вот этот преданного негодяй ты веру получил такой и что господь он его наказал вот да да точно нас такая одна женщина приходила она нам говорила что угол да точно я молюсь и господу чтобы господь наказал там одну женщину чтобы он ее убил вот и я подумал ужас кошмар но у него просто невежестве потребность вот и страсти то же самое шратку на ключом страсти просто преданной который он достиг чего-то он берет смотрю вот я поклонялся господин господь мне дал мобильник но не дал компьютер он мне машину дал мне даже ну он не дал дом господь вот смотри и человек тогда этот невежестве такое если даже в невежестве находится его можно вытащить что-то там просто копайся в этой всей этой грязи там запустят все это оставь там просто отбросил это все забудь просто об этом давай лучше смотри погрузись и вот ты делай это это смотри придет могуство сила придет и ты всем докажешь что ты великий вот все такое вот что ты достигнешь это начал только да интересно и он как бы эту шратку получает вот ему преданное страсти он тоже под влиянием он ему дает тоже шратку конечно трансментное воздействие навсегда самое наилучшее когда ну конечно только вот единственная вещь только что трансментное для того чтобы могли бы трансментное впитывать нам надо самим как бы чуть-чуть маленько сдвинуться с этой платформы раджиса и таноса это конечно чуть чуть сложнее но надо крайне мере находится нам рекомендуется страсти маленькая сам кришна бога дети горе что ко мне приходят вот эти четыре типа удачливых душ вот у них там называют великие души ну вот это который нужде приходит приходят в поисках обогащения расширения экономического процветания в поисках освобождения приходят больше там и из любопытства там последнее освобождение это уже был поисках мудрости знания вот и кометности души приходит поэтому страсти лучше это свой страсть свои желания связать как-то с господом конечно это нам надо сами будет постепенно мы сами будем постепенно понимать что все эти объекты чувств что мы будем иногда вздыхать от этих объектов числа от их на возделение от их на привязанности будем даже недоумевать как ты так привязан к этому как всему но ты просто пойми тебе в этот момент понятно этому человеку привязанность аналд именно так и действует что ему не понять привязанность просто а не дает ему возможность понять ему просто чувство о наговоре что хочу want и и силы же это человек бынагариты меня просто не понимает это просто мы их чувств не понимаешь вот это будет неизбежность мы будем просто вступать в это все этот конфликт постоянно конфликт ну чего-то чего-то чьего-то возделения которое она создает само внутри даже конфликта мой человек это возделение человек сам не понимать мне хочется не надо это и все ну конечно если мы действительно научимся слушать друг друга и послушать соучастием не говоря даже каких-то лекарств сразу хотя просто выслушать каком-то отношении надо человек становится спокойно на сердце он обретает какое-то спокойствие тогда момента тогда начинает чувствовать что до меня понимать что я кому-то нужен что кому-то мои чувства они очень важны и они кому-то актуальны особенно это для близких когда мы живем близко друг с другом семья это очень для семьи это очень важно научиться друг друга как-то выслушивать как-то предпринимать какое-то соучастие и тогда как-то ну даже и в дружеских отношениях то самое вот все там за дружбы если мы друг другу и не можем дать возможности высказаться потому что ведь самая первая потребность это говорить у человека вот поэтому такая штука мы очищаем через вайдхи сатвана поэтому каком-то отношении наслаждение чувств для вайдхи бакты это нормальная естественная вещь такая что мы должны там наслаждать чувства каком-то отношении только духовно потому что мы не можем пока выйти с этой платформы наши как бы лечение наших чувств наши чувства не все равно но хочется просто слушать я не могу просто сидеть и и думать о господи даже гаятри когда повторяешь вот ты замечаешь какой-то момент понимаешь что даже гаятри чтобы думать о ней не простое штука где надо языком там чуть вибрировать вот хотя говорится что самое наивысшее это состояние то думать вот иногда такое тоже замечаешь как какие-то беспокойство охватывают и ты просто не может надо языком вибрировать вот она уже конечно со временем это уже по-другому нужно что-то меняется вначале мне даже надо хотелось и кричать только я думал хотя понимаю что это нельзя делать потому что настолько он беспокойным думать это вообще не касается немыслимая вещь поэтому когда ты говоришь этому как-то это все по-другому поэтому все живые существа не хотят что-то говорить от на смотрим на улице все что-то говорят птички что-то говорят там люди что-то говорят все хотят говорить потому что это потребность сердце говорить это так и первостепенная потребность поэтому она ставится на первое место даже чувство преданного него есть потребность говорить, не может не говорить. Даже когда вы посмотрите гопи, они не могут не говорить, они не могут быть каким-то персоналистом. Куда-то погружены. Они все равно говорят. Хотя они возбуждены в душу. Не могут, конечно, погружаться в памятование о Господе и так, но они все равно не могут. Им хочется говорить, когда они видят друг друга, они говорят про Кришну, они прославляют его Кришну. Им хочется говорить, но преданно не может сдержать свою речь. Вот это самые люди. И то же самое даже преданное, которое нас окружает, даже если они, конечно, радикари, они тоже не могут не говорить, им надо свои чувства выливать. Эти все контакты, которые у нас в конфликте возникают на пути к Бахте, вот эти все конфликты, они в основном и возникают в сопутанности в этих привязанностях. Конечно, их разорвать – это надо время какое-то, пока мы эти привязанности разрываем. Конечно, это естественным образом Бахте – это проявление любви, проявление эмоций любви. Бахте – это не просто какая-то дхарма, а Бахте – это, значит, любовь. И поэтому преданный, когда он вдохновляет других, он вдохновляет других любовью. Это самое лучшее вдохновение – любовь. Вот, конечно, можно вдохновлять и какими-то идеями, такими материальными. Вот, но если эта идея, она исходит из гудной страсти источника, то это понятное дело, что за этим будет стоять. Ты просто, когда ты в страсти сам выполняешь практику, тебе интересует результат. И поэтому, если ты кого-то в невежестве хочешь вдохновить для того, чтобы он тебе помог достичь твоего результата, вначале будешь его пытаться вдохновлять, как сам вдохновленные этими вещами, но потом в какой-то момент ты замечаешь, что этот человек, он не вдохновляется. У него вдохновение пропало, потому что он что-то заподозрил к тебе, заподозрил, что у тебя стимул тоже, но ожидание результата, ты хочешь что-то от него, ты хочешь для себя что-то от него. Вот и тогда этот человек начинает чувствовать, это у него пропадает вдохновение. И что тогда мы в этой ситуации делаем, мы начинаем давить на этого человека просто, потому что у нас нет людей, у нас есть кама возделения, и кама наша не удовлетворена, результата нет, и мы тогда начинаем людей просто давить, как говорится, молоком кипятить надо, все подогорит. Но если преданный вам кипятит молоко в сад в огоне, там другое дело, а если он в раджесе кипятит, он делает сразу кучу процессов, потому что он беспокойный, там куча процессов, туда-туда-туда, и молоко пригорает. И что мы с этим делаем, с пригаром? Ну, когда оно уже пригорело, молоко, оно сквернило умы, сквернило так само все остальное молоко и бархи, если мы его парим бархи, оно же получается не такой вкусный. И Господу все такое бархи, оно неинтересно, когда оно для леонгурного страсти делается. И пригар, что мы с ним делаем? Мы его выбрасываем, этот пригар. Но только одна проблема. Кто самый с преданными, если мы под легной губной страсти, воздействуем с преданными, контактируем с ними, влияем на преданных, под легной губной страсти нашей. Их парим, этих преданных. И мы делаем это невнимательно, мы делаем это вообще неосторожно, мы вообще не сконцентрируем на этом процессе. У нас все беспокойно. И мы выжигаем каких-то преданных. И какие-то преданные становятся, остаются разочарованные нами. Вот они уходят, и они вот такие вонючие становятся, они начинают пахнуть очень дурно. И все это оскверняет так само все остальное молоко других преданных. И потом уже как-то замечаем, что вот так вот. Поэтому в действительности бхакти, вдохновение, это любовь. Самое лучшее вдохновение, это любовь. Когда вы, как вот, читание Даса, он слушал, он очень интересную мысль высказал, тогда он добавлял к Саткирте Праку. Говорит, три вещи нужны. Это не то, что вы обладаете обширными знаниями, вы очень много можете дать. Это не то, что вы даже сами следуете строго практике. А самые важные три вещи, это первая вещь, это доброжелательность, сострадание, милосердие такое. Вторая вещь, это, я не помню, как его слово было, но я как бы помню, снисходительность, это способность не зайти на уровень этого человека, его прочувствовать. И третья, это вот уже практика, лояльность, это когда ты сам следуешь в практике, вот четко. Поэтому вот эта доброжелательность нужна в сердце. Бхакти, она вот именно порождает эту доброжелательность. Вот эта книжка Бхакта, Матхи Магикари, он уже обладает смирением, терпением и благородными такими качествами, как уважением ко всем окружающим. Вот этот уровень Бхакти на такой стадии, он именно дает вдохновение самое настоящее, потому что человек исходит милосердие, сострадание, терпение исходит, он может потерпеть. Вот поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы развивать вот эти все вещи, ну подняться на эти будут настрасти, понять, что это будут настрасти, все вот эти ожидания плодов, привязанность к этим плодам. Ну, конечно, это неизбежность, когда просто твои чувства, они говорят хотим, это неизбежность, там просто интересы к чувствам, но как-то надо постепенно, посредством медитации, вот это четко, на святое имя, оно очищает зеркало ума, святое имя, оно успокоит наш ум, очистит наше сердце, и тогда мы сможем подняться над этими лунами, и сможем быть адекватными для всех, и полезными для общества, для самих себя, это будет полезно и для общества, и для самого целого. Свобода от этих разных материальных привязанностей, поступания, и тогда вот эта широтка, которую мы будем давать, она будет, конечно, уже другого уровня. Там совсем, там вот этот преданный, он милость может проливать на все. Математикари. Хотя бы для начала математикари, потому что математикари, утром я не преданно сказал, что математикари, хотя это относится только к нейтральной расе еще, как бы пробуждение нейтральной расы, вот это когда у своего преданного появляется интерес к тому, чтобы наблюдать за утоматикари, за преданами высшего уровня, проявляется интерес, как они проявляют эту любовь, как они взаимодействуют. Ему хочется пока нейтрально просто наблюдать это все, видеть, как проявляется эта любовь. Он начинает проявлять интерес к тому, что он ищет, как эта любовь, она проявляется, где эта любовь. Это понять, вот эти расы, эти отношения с Господом. И вот это фактически уже нисто. Он тогда очень преданно, он до некоторой степени соприкасается, уже начинает постепенно выручивать, он появляется вкус у него, он преданно к этой катхе, к этим проявлениям бхакти, эмоций. У него появляется интерес, вкус. Только он тогда уже начинает искать это все. Ему нравится просто слушать об этом, смотреть на это, на эти все проявления. Потом у него появляется привязанность ко всему этому. Но ему хочется тоже быть таким. Ему хочется тоже так же с Господом контактировать. Это же Ассанкция, и потом уже дали, дали. Вот поэтому неверство, это уже когда мы начинаем осознавать, что влияние гон страсти и невежества – это просто кошмар. Неверство – это уже понятное дело, даже что в страсти человек понимает, что неверство – это кошмар. Вот, но... Потому что на этом уровне, даже уже того преданного, уже особо не будет интересовать и гиану очень много. Накопительство этих знаний каких-то поделённых. И у него уже будет интересовать бхакти-расы. Вот эти вкусы, вот эти настроения бхакти. Он уже к этому больше так старается туда, вкунаться. Такая вот штука, широтка. Нам она нужна, как бы, чистая душ, как они проявляют эти эмоции. Нам просто это не будет понятно. Ну, и постепенно мы должны как-то понять, что гон страсти на то же самое. Ну, конечно, когда эти чувства, они сильные, тогда очень сложно понять, что это не доходит, это понимание. И для нас, что это плохо. Хотя это гон страсти, оно в другом человеке, это возделение, оно иногда такие формы принимает. И мы понимаем, что ужас, кошмар, я бы этого не хотел ни за что. Такое возделение, откуда это возделение? Этот гнев, он такую форму принимает. Разочарование нами от кого-то исходит. Вот такие формы иногда принимает. Красть, все, я бы не хотел это сделать. Я иногда даже в какой-то момент, я будучи семейным человеком, я пришел к выводу такому, что «О, Господь, я не хочу быть пуршем». Мне этот пуршем, он мне уже вот так, честно говоря. Я понимаю, что это значит быть пуршем, что это значит контролировать все в чьих-то интересах. Это мне не получается контролировать. Я бы хотел контролировать все эти закономерности этой природы, контролировать все живые существа, которые бы в моих интересах действовали бы. Я бы хотел, у меня приходит кто-то и говорит, что мне нужно денег, не хватает. Я бы хотел контролировать всех людей, которые бы мне это самое. Но я не пуршем, но я понимаю, что я не хочу быть больше этим пуршем. Этот пуршем племан, это вообще кошмар, это тело материальное, с моими мозгами, с кеми. Я говорю, нет, кошмар полностью. Вот это понимаешь, я только говорю, Господь, я признаю, что ты самый высший пурш, что ты способен позаботиться во всех живых существах, тебе все подчиняются, потому что тобой движет высшая любовь. А у меня нет этой любви Господь. Не двигает нам никакая любовь. Господа мне двигает непривязанность. Он тем не менее, хотя ему все принадлежит, хотя он самый-самый-самый такой, но он не привязан к этому. У него нет этого возделения, у него нет этой жадности, у него нет этого гнева. Я говорю, Господь, ты самый лучший. Я с ним так говорю, ты самый лучший, поэтому я не хочу быть пурш, я уже от этого пуршу устал. Конечно, понимал, что у нас обязанности такие, но от этих обязанностей тоже иногда бывает вот так вот. От этих обязанностей пуршу, это вообще, вау. Я думаю, как эти, македжи, они понимают, что там обязанность прокрытия, энергия наслаждения, это тоже не очень простая штука исполняется. Как угодить этому пуршу? У них столько проблем, они постоянно переживают об этом. Как этому пуршу? Угодить и так, и так стараюсь. Но уже и принимаю, что я прокрытия, ну и все, я ему пытаюсь, но этого пурша не могу удовлетворить. Понять, что они тоже, они, наверное, говорят, ну, Шимати Ратиха, я не хочу быть тобой. Я понимаю, что ты, Шимати Ратиха, ты настолько совершенна, что ты можешь полностью пурш удовлетворить, у тебя все совершенства есть. Поэтому мы все равно раньше, просто время начинаем это все, ну, просто понимать, штука непроста быть пуршем. Поэтому преданный уже, пройдя греха с хашем, большую часть времени он начинает осознавать, чего стоят все эти желания, чего стоит это возделение. Вот эти все привязанности, чего они стоят, это вообще кошмар. Вот, ну, так или иначе, все равно все мы будем через это проходить, когда чувства не будут все равно влиять, надо влезть над нами. Вот, надо будет проходить через эти перипетилии. Конечно, ведь те самые разумные существа, которые не соприкасаются с этим, которые могут сразу с детства встать на путь отвлечения, вот, идти этим путем, может, им не везет в этом отношении, но это тоже определенный уровень должен быть признан, который может таким образом идти с самого начала и не спускаются на этот уровень чувственных наслаждений. Такая-то штука. Поэтому вот здесь вот рекомендуют медитацию на Господа. И мы тоже следуем, повторяем Харикаришну мантру, вот, и общаемся на эти предметы духовные, друг другу помогаем хотя бы осознавать материальную реальность, хотя бы для начала осознавать, как энергии материальной Господа себя проявляют. Вот для начала мы вот такую медитацию. Медитируем на Бхагуа-Гиту, чтобы понять, как вот эта материальная энергия на себя проявляет Господа, как она контролирует все живые существа. Мы должны для начала, чтобы очистить свое сердце, мы должны это осознать в сад-вагоне, такое понять знание, обрезать эти определенные для этого. Вот мы постепенно, может быть, когда мы же это осознаем, и у нас возникнет потребность этих эмоций духовных. Должна быть другая. Вот такая штука. Не знаю, может, есть какие-то дополнения или вопросы. Характерично. Спасибо огромное. Очень достойный пробул за этот момент, который вы подчеркнули в своей лекции, то, что для нашего, опять же, уровня, для нашего понимания выслушать человека, это тоже успокоение ума. Тоже для него это будет очень так, как бы, это работает. Это, я думаю, что каждый психолог это тоже подчеркнет. Просто послушайте человека, и он уже успокоится. И здесь интересно, конечно же, для нас момент, что о чем мы слушаем и кого мы слушаем, это тоже очень важно. и как примеры вы привели, как мы не можем не говорить. И это пример гопи тоже. Гопи, они все время говорят, но они говорят о Кришне. Мы здесь, соприкасаясь уже с материальной энергией, говорим обо всем, о чем только угодно, только не о Кришне. И, конечно же, эта трансформация должна произойти у нас. Дорогие предные, если есть вопросы, комментарии, дополнения, несколько слов, читания праву. Горький, дорогие предные, очень, да, снимите мои телефоны, дорогой. Кришна Кирти, дорогой, спасибо, что вы на посту. Каждый день, зимой и летом. Это Вася Садовна. Спасибо за, большое спасибо вам действительно за настроение, именно за настроение ваших реакций. Я понял, две вещи, понял, что здесь в Зумсанге я ни разу не заснул на лекции. Может быть, Кришна Кирти знает ответ, почему это происходит. Я помню себя, то есть, в 90-е годы, большая часть лекций, особенно после прочтения уже санскрита, да, фактически, да, когда там уже все, немножко тело успокоилось, то есть, ты борешься просто, да, борешься, и ранний подъем. но, наверное, разные причины для этого есть, но кто-то за рулем сейчас, или на работе, но именно, что, ну, то, что слышишь, оно слышится не в первый раз, многие вещи, это понятно, да, мы не можем совсем уж через 30 лет говорить то, что никто не слышал, и даже к этому стремиться вряд ли стоит, иначе лекции будут такие, знаете, чересчур харизматичные, но я вас благодарю за настроение именно, что на протяжении всей лекции, именно как результат практики, как реализации, реализации является, мне кажется, даже не совсем какое-то философское понимание, то есть, не всегда реализация, это что человек пришел к философскому пониманию каких-то вещей, да, но реализации, они видны в настроении, если человек даже просто, просто читает и повторяет, как мы говорили, да, то, что услышал без изменений, то изменения начинают происходить в сердце слушающего, и спасибо, что упомянули об этих трех аспектах, именно не просто упомянули, спасибо, вы упомянули то, что я говорил, вау, ес, а то, что вы, и это тоже, вот, не просто упомянули, да, а это через свое понимание, я понял, что вы даже применили то слово, которое больше ваше понимание, представляет, те слова, и я благодарен вам за то, что вы применили это слово, потому что эти три аспекта, которые располагают человека к восприятию знания, это благожелательность, это понятно, я использовал второе слово, синхронность, оно сухое, оно сухое, синхронность, то есть ты синхронизируешься с человеком, но что значит синхронизируешься, начинаешь жарить шашлыки на лигу, что ли, в чем здесь синхронизация, и вы назвали слово снисходительность, хорошее, потому что преданные не могут быть снисходительны из гордыни, то есть обычно снисходительность, типа снизойди, но снисходительность именно, что я не имею такой гордости, чтобы считать, что мысли человека, невежественные, страстные, его какие-то порывы, его цели, его переживания, связанные с действиями, ведь человек, действующий в гуне невежества и страсти, он в основном нарывается на какие-то, он набивает шишки с тебе, ну то есть он страдает, и он потом приходит с этими страданиями и начинает рассказывать, вот я там, я вот это, и вы думаете, вау, ну конечно, если ты так будешь питаться, есть все, что шевелится, и пить все, что горит, конечно, будешь страдать, что ты мне это рассказываешь, ты сам виноват в этом, зачем ты мне рассказываешь, ты сам влез в материальную жизнь, ты не повторяешься, то имя, ты, то есть зачем мне это слушать, это все результаты твоего тупоумия, тупишь, получаешь результат, приходишь ко мне и жалуешься, блин, а я должен быть твоим спасением и утешением, иди ты нафиг просто, хочется сказать, да, особенно приятно, когда он четко понимает, ну человек сам своими руками просто, вот годами, он сейчас вот, сейчас поделится, а потом пойдет и влезет в эту кучу опять просто, потом вылезет оттуда, битый весь, придет, я должен его слушать, и поэтому, это непростая, действительно, нелегкая работа, из болота тянуть бегемота, вы знаете, поэт, вот он четко выразил, тамагуну, блин, вот это, суть, суть проповеди людям в тамагуне, блин, нелегкая эта работа, из болота тянуть бегемота, шлока, из нашего деда, теперь мы видим, какую работу духовные учителя делают, из-за того, чтобы нас вытянуть, просто стадо бегемотов, стадо бегемотов, из болота, расширившегося до размеров океана, то есть до горизонта болота, и там просто стадо, подошел к этому болоту и думает, да, нелегкая работа, поэтому вот это слово снисходительность, очень здесь уместно, может быть, люди посчитают, опять-таки, это, появлением гордости, но оно уместно, и вот снисходительность именно в таком ключе, когда ты очень четко сам держишься, ты не боишься слушать человечество, это Стивен Кави говорил, те, кто еще по лекциям Максима Геанога с вами изучали, что мы боимся слушать людей только в том случае, если мы сами не уверены, у нас нет своих ценностей, мы боимся, что они нас, или у нас нет спокойствия ума, я боюсь слушать супругу, потому что я боюсь, что она меня просто выписит, потому что она наговорит что-то такого, что я просто, да, и поэтому не столько, не столько я, не столько меня люди пугают, сколько пугает то, что они со мной сделают, но это чья проблема? Если твое сознание Кришны настолько на ниточке, что ты боишься, что любое какое-то там, любое обнаженное тело сразу его поколеплет, конечно, у тебя проблемы, а не у пляжа. Мы шли по пляжу, мы шли по пляжу недавно, очень-то с Харинамой, мы с вами тоже ходили на Харинамы, и мы шли по пляжу, я подумал, обычно у преданных считается, что пляж это как бы место, это испытание, особенно у мужчин, потому что там разные формы, разные тела, но когда мы прошли пять минут, я подумал, да тут нет никакого испытания, большинство тел уродливых просто, они просто уродливые, они отвратительные, понимаете, там больше реализуешь, чем даже в городе, ужас материального мира, понимаете, понимаешь, вот версия женщины в 18 лет, и вот в 60, и это неизбежно, и это материальный мир, и ничего там нет, там нет никакого особенного соблазна, там есть пляж, очень реалистичное место на планете, на самом деле, потому что на него ходят все, еще пребывая в иллюзии, что они красивые, понимаете, пребывая в иллюзии, что вау, смотрите, я оголила свое тело, полюбуйтесь, поэтому синхронность хороша, она тогда только имеет силу, когда у тебя есть прочная основа, прочная основа ценностей, прочная основа санги, и это дает преданному смелость, такую разумную смелость, не просто я сейчас всех освобожу и рухнул вместе со всеми, и есть хороший пример дурной синхронности или снисходительности во времена правления британцев в Англии, было в Индии, колониальные времена, в Индии была банда, которую называли обманщики, был фильм снят про это, обманщики, то есть эти люди притворялись купцами, и они разбивали свои караваны вместе с другими купцами, а ночью душили их с помощью платка, у них был такой навык вокруг шеи, платок с монетками быстро, они говорили, посмотри на звезды, человек поднимал голову, они бросали этот платок, платок поднимал, и душили его сразу, закапывали тела, забирали все, что было, и они были поклонниками Кали, разумеется, эта команда, и британское правительство внедрило, внедрило офицера, который якобы принял их, как бы принял их образ жизни, то есть он начал с ними общаться, но сказал, что хочет быть их членами, и ему пришлось Саддану вот это все выдерживать, то есть он курил ганджу, он молился Кали, он должен был грабить людей, и даже душить их, чтобы синхронизировать, потому что правительство было в ужасе, сотни тысяч людей погибали от них, так вот, в чем синхронность неправильная, беда случилась с этим офицером, он стал верным поклонником Кали, он стал закоренелым индусом-бандитом, и когда к нему кто-то подходил, он ему говорил, посмотри на звезды, и пришлось посылать еще одного человека, еще одного офицера, чтобы вернуть нафиг офицера к королевской армии, который дусят людей и поклоняется Кали. Это история очень смелых и слишком энтузиастичных преданных, понимаете, я сейчас пойду проповедовать там, я буду там проповедовать, я говорю, а где преданный-то? Он говорит, посмотри на звезды, он подходит, говорит, Харе Крисна Прабу, посмотрите на звезды, и начинает проповедовать тебе очень странные вещи, поэтому снисходительность очень хороший термин, я хотел просто вот это, вы это, конечно, я уверен, что вы это реализовали и понимаете, что такие эксперименты невозможны без того, что ты сам тверд в садане и в общении, даже больше в общении, а вот то, что касается лояльности, это тоже сухое слово, но на самом деле это слово переводится как преданность, вообще-то, преданность, то есть интересно, преданность, сохраняя свою преданность гуру, садху, общению, писанием, человек делится этой преданностью, он делится этой преданностью с тем, кого он ведет, то есть он предан ему тоже, это не односторонняя преданность, что Прабхупада предан мне до сих пор, Святое имя нам предан, Лочендаст предан до сих пор, ну то есть тебя помнят, с тобой считаются, принимают внимание, это преданность, это преданность, то есть читаем, рады вас видеть, или там приходит какой-то человек просто на воскресные перья, вот у нас есть, такие преданные, 30 лет я знаю, эти люди, их интересует только воскресенье, но они очень глубокие преданные, сейчас у них проблемы, потому что нет воскресенья, нет воскресных программ, и мы показываем преданность свою человеку, что да мы здесь, по этому же адресу, вот пример такой, пример такой лояльности, это к личной кирте вы, то есть больше, меньше собралось, собралось преданных в Zoom-санге, ну я здесь, единственное, что вы должны знать, что я здесь, что я здесь, и это очень сильное следствие, дальше человек говорит, да, я давно не был на Zoom-санге, но поскольку там все стабильно, я могу там появиться в любой момент, и мне будут рады, и во мне будут заинтересованы, даже в нашем, вот в этом, я его с нашим называю проектом совместно, это видно, спасибо очень, что вы обратили на это внимание, потому что, не просто обратили внимание, а поделились своей реализацией, в связи вот с этими тремя вещами, и передать знания, но знаете, что еще, чего я не сказал в тот раз, что наверняка преданные знают, четвертый, четвертый, четвертый как бы, шаг, это вести человека за собой, и я размышлял о том, что иногда бывает, что мы в своем расположении, да, или в деликатности какой-то, да, мы принимаем, принимаем, благожелательно относимся к людям, мы выслушиваем их, то есть мы фактор снисходительности проявляем, да, сами, будучи стабильными достаточно, нас не усасывает, мы не становимся, как этот британский офицер, и мы сохраняем и свою практику, преданность и Шили Прахупаде, и Гурдеву, но и преданность людям, которых мы ведем, вот это третий пункт, лояльности, преданности, но иногда из-за каких-то, каких-то внутренних препятствий забываем решительно вести человека, и часто из-за того, что мы не чувствуем грани, что вот сейчас он готов, понимаете, потому что когда эти три сложились, вот человек протянул руку, вот вы, человек, человек висит, висит на обрыве, да, это положение большинства, большинства живых существ, и вы говорите, давай руку, и вот просто то, что он ее потянул, еще не безопасность, только когда он, да, то есть он держится на двух руках, одну передает вам, да, а здесь его какие-то, какие-то его мирские, какие-то безопасности, вот его зона комфорта, да, он второй рукой держится, да, он висел, он висит давно на этом обрыве, да, руки уже дрожат у него, и вы говорите, отпускай вторую руку, это можно сказать только тогда, когда он крепко взялся за вас, верно, то есть оставь вот эти привязанности, оставь вот, сорва дарма паридя джам, мам и кам, да, и пока вот этот момент не наступил, это очень шаткое состояние, да, то есть если нету вот этой прямой связи, то человека выдернуть из его системы безопасности, какая бы она ни была там, в каком бы настроении она ни была, тонче опасно, потому что люди могут оказаться между ничем и ничем, то есть мы их как бы обольстили, да, но не имея должной квалификации, не смогли вести за собой, да, то есть некоторые люди имеют должную квалификацию, но не обладают навыком, как вот эти три включить момента, да, лояльность, поэтому здесь от качеств зависит, здесь не от знания зависит, тринада пищу ничи нато, а рора пища хищнуна, оно определяет, что ты будешь снисходителен к другим, вот оно и дает, что ты не зазнался своим, вау, я реализован, кажется, я уже, кажется, уже баба начинается, следующая остановка прямо, да, уже, кажется, приехали, конечная, лосина-островская, выходим, причем здесь все эти падшие уроды, так как бы, но тринада пищу ничи на позволяет постоянно помнить о том, что тебе нужно, нужно, нужно заботиться о том, как, как установить связь с людьми, прежде чем дать им знания, но ошибкой может быть то, что мы уже остановили связь, но еще сомневаемся давать ли знания, вот это тоже, то есть человек отпустил какую-то часть своих привязанностей, которые ему очень дороги, и отпустил ради нас, потому что он видит хорошие люди, в это время надо его вести, в это время надо его вести, и поэтому есть преданные, я знаю, есть преданные, которые вот эту часть занимают, первую часть, очень хорошо, есть преданные, которые хорошо лидируют, но у них есть сложности с тем, чтобы установить вот этот вот честный контакт, то есть они не знают, как брать, в Индии полицейские не надевают наручники, вы видели? Вы видели, да? Наручники не одевают по сей день. Преступника просто вот так вот берет полицейский, вот так вот пальцем. Я видел новости. Вот так вот пальцы просто. Деться некуда. Когда тебя здоровый дядька полицейский вот так вот палец в палец держит, одно твое движение, попробуйте расцепить. Вот это делают одни преданные, но те, которые люди обладают определенной позицией, они должны в этот момент включаться и вести. И получается, что система не всегда синхронизирована. Кто-то создает, кто-то создает вот эту связь, и тогда должно включиться следующее. Не всегда это один и тот же человек. Например, я в лидерстве не очень силен. В лидерстве я не силен. Мне всегда давалось, назовем так, милостившие вы пробхупады, привлечь людей, показать им, что здесь безопасно, показать им, что здесь у них заинтересованы, показать, что просто вот эти три пункта, то, что мне удается. Но дальше очень важный момент. А кому передать людей? А кто их теперь приведет? Вот это такой момент, который мне вспомнился еще до лекции, и вы обратили на это внимание. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. 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 Ну, знаешь, тут такая штука очень, да, тоже очень интересно. Конечно, мы все тоже по-разному даже сюда приходим, поэтому можно заметить так, что кто-то дольше остается, кто-то идет этим путем глубже, кто-то так зацепился и отцепился, там тоже разные бывают эти моменты, тоже разные у нас так вот вещи приводят сюда. Потом мы пришли сюда, как бы такое, ну, просто, ну, просто, ну, что-то зацепило нас какая-то мысль какая-то, ну, может, даже невозвышенного предного. Вот, и что-то такое. Потом кто-то там, например, через книги Прабхупады, ну, это уже философы, которые через знания приходят, вот, они тоже зацепились и где-то Прабхупады, вот, или услышали книгу Прабхупады, они начали читать. Это даже предный, наверное, сталкиваются с такими вещами, они говорят, что, ну, Прабхупады, там он что-то много не раскрывает, там все об одном и том же Бабхупады, там все такое, и человек, он тоже через время какое-то, он еще где-то что-то начинает практиковать. Тоже, ну, самые искренние души, которые в действительности, они где-то в глубине души, они хотят, не знаю, Господа, там все, Господь, думаю, будет направлять в нас. Мы будем видеться, отделяться, отвечать, где это Бабхупады, Бабхупады, где это не Бабхупады, там есть искренность, там, я тоже слышал своего Города Ваня, Людмила Свами, он тоже очень интересную мысль, мысль высказал, говорит, что, даже сам Кришна, он принимает участие, как вот, он, например, с чистыми преданными в их жизни принимает свое участие, вот он так само принимает их жизни, конечно, кикарей, но искреннего преданного. Если это преданного искренне, где-то в глубине своего сердца. Ну, не знаю, это, конечно, кикарей, не конечно, кикарей, что-то такое, но так или иначе, если он искренне где-то с сердцем, он очень не Господом, но даже, он с ним даже играется, с ним даже в его жизни принимает участие, проявляет себя. Да, интересно. Дорогие преданные, вопросы, еще дополнения, комментарии? Одну минуту попрошу еще, как в НАТИ, как в парламенте, одну минуту, там часы идут. Я, слушая насчет принципа самого того, как необходимо делиться, мы не можем установить связь с людьми, если они не делятся. То есть, положение младшего – это быть всегда открытым, положение старшего – быть тактичным. То есть, вот чему за годы я старался учиться этому, что старший, он старается вести себя так, чтобы младший не закрылся, чтобы он всегда был открыт, чтобы он не боялся его на самом деле. Но вообще, что мне пришло в голову, без чего, скорее всего, вряд ли будет работать вот это общение, доверительное общение, это прежде всего без конфиденциальности. То есть, если нет конфиденциальности, если рассказанное, оно каким-то образом выходит за пределы того, где человек доверился, это провал. То есть, люди не будут следовать, потому что люди доверяют, они знают, что они доверяют не очень красивые вещи. То есть, это моя страсть, это мое невежество, это мои проблемы, возникшие на основе этого. Если человек доверяет, он не доверяет для того, чтобы кто-то потом сказал, посмотрите, насколько этот человек вожделеет, послушайте, сколько раз он пал, и с кем, и туда-сюда. Поэтому конфиденциальность, конечно, это номер один. То есть, тактичность старшего, тактичность, вот преданные, когда у преданных развивается качество тактичности при всех вот этих остальных составных, то их успех в проповеди становится просто немыслимым, просто немыслимым. Мы даже не знаем, потому что они не афишируют это. Но я вспомнил также важную вещь из Пагаотгит в связи с сообщением, что аскеза речи определяет успех, степень аскетичности речи, в целом аскетичности человека, контроля своих чувств. И аскеза речи, вы помните, что есть несколько позиций, которые обеспечивают успех человеку в речи. Он говорит вещи, которые не беспокоят ум других, говорит вещи, которые не беспокоят ум других, санскритские наверняка версии, кто-то из вас знает этого стиха, вещи, которые несут благо человеку, вещи, которые несут благо, и то, что человек готов принять, и то, что соответствует Писанию. Когда мы передаем знания, мы довольно хорошо выдерживаем первые два пункта. То есть мы говорим по самым лучшим Писанию. В этом вопросе нет. Преданный говорит только то, что соответствует Писанию. Даже если он где-то там что-то пытается спекулировать, его основной маяк – это Писание. С этим пунктом нет проблем. Второе – говорить то, что принесет человеку благо. Вот тут интересный момент. Если нету этих три вступительных элемента, то есть благожелательность, снисходительность, как мы назвали, и показать свою преданность человеку, не ущерб своей преданности Господу и Гуру. Без этого не получается принести благо. Не получается принести благо. И с двумя совсем сложно. То есть не беспокоит ум человека, не беспокоит ум, и человек готов принять. Вот тут как раз качество тактичности и тактичности, и конфиденциальности. Почему? Потому что если мы чуть-чуть много дадим, то, что сказал Лочин Даск, человек почувствует давление. Или он почувствует, что при всей искренности преданности, если человек подумал, что вы как-то заинтересованы, что что-то нужно, что набирают последователей просто группой. Или это очередные люди, которые хотят представить себя самыми лучшими конфессиями. Человек просто потеряет связь. Преданный от этого сильно не пострадает, но связь с человеком будет потеряна. Поэтому вот для нас, как младших, то есть те, кто открывает сердце, важно, конечно, эти вещи тоже соблюдать. Ну, в какой-то степени. Аскезу речи. То есть можно спрашивать, но когда на лекции кто-то бросает вопрос такой, как вызов, знаете, просто. То есть это оскорбительно для говорящего. Просто человек пытается утвердить какую-то свою позицию. И часто на этот вопрос вообще не стоит отвечать, если он с вызовом. То есть нарушен принцип аскеза речи. То есть вопрос из своей головы, не по писаниям. Что-то сам выдумал. Скажите, а почему вот это так? Оно не несет никому из собравшихся никакого блага абсолютно. Лучше на него не отвечать на этот вопрос. Оно принесет, оно побеспокоило умы, пока этот человек задавал уже. Не говоря на то, что начать с ним вступать в диалог еще и отвечать на это безусловно. Поэтому вот хорошие ориентиры, вот такие мне вспомнились, хорошие ориентиры для того, чтобы наше общение было действительно продуктивным. Потому что мы как бы пытаясь общаться, но делая иногда это неправильно, мы набиваем шишки. Набивает шишки тот человек, который всех слушает. Я довольно долго в храме слушал всех, кого только можно послушать. И даже не преданных. Мне лет 10 приводили всех с улицы для того, чтобы я их послушал. У алкоголиков, сумасшедших, я очень много узнал о том, как в тюрьмах проходит жизнь. Я узнал о том, сколько людей одержимы духами, от людей, одержимых духами, которые умеют видеть тех, кто одержим духами. Но у меня не было защиты, просто у меня не было дифференциации. Я просто слушал и к концу дня я уже просто не понимал, где я, что я и зачем я все это делал. Ну, как бы выглядело вроде как проповедь, вроде как я кому-то помогал. Поэтому очень важно это и старшим слушающим, и младшим эти принципы стараться следовать этим принципам. Принципам аскезы речи. Аскезы речи. И слушающий, и говорящий. Надеюсь, что ничей ум не побеспокоил, и это принесет хоть какое-то благо. Интересная штука, да. Мне сейчас такая мысля в голову пришла, что в действительности, когда ты говоришь, и беспокойство приносит, отчасти это эмоция, которая заложена в этом. Вот когда вот этот, там какой-нибудь, например, пьяный, там что-то такое, ааа, там, или вот этот, когда вопрос задает с такой эмоцией такой, с гневной такой, она как бы создает беспокойство. Я даже замечал, бывает иногда кто-то читает лекции, кто-то задает вопрос такой с вызовом, и с такой, с эмоцией, с определенной. И тогда вот эти все люди даже сидят такие, они такие сразу такой, потому что такая, ну, исходит такая очень, наверное, не знаю, это как бы такая просто мысль. Ну, спасибо, это очень интересная мысль там. И вот это последнее, что вести за собой, вот это было когда перед этим, тоже очень интересный момент такой. Да, тут есть на чем подумать. Даже вот у меня вот еще с одного ракурса такого мысль пришла, вот вести за собой, потому что иногда преданные, они тоже не хотят вести за собой, не хотят брать эту ответственность на себя. Вот вроде как бы все остальное присутствует, доброжелась, но вести за собой, они не хотят, им попроще быть или где-то вместе с ними идти, вместе со всеми, как ложность такая проявляется, смирение. У нас называлось, это какое-то время называлось «Возьми книгу и заткнись», такая проповедь у нас. У меня нет милости, она есть у Шины Прокупады, возьми книгу и все, и как бы и читай. И просто следуй, на самом деле, тут ничего не надо, просто следуй, и все, просто следуй. И действительно было очень много людей, вы знаете, пробую, да, что люди, которые мы узнавали о них через 7-8 лет, после того, как он купил книгу, поставил дома алтарь, да, сам там борется один в одиночку совершенно, борется со своей джапой там каждое утро с родственниками, да. То есть такие одинокие герои, такие спецназовцы, такой человек, кто-то появился, там приходят с книгами в квартиру, а у него алтарь стоит, первый раз по этому адресу. Где-нибудь там в Мадонне или где-то в районе вообще совершенно какой-то дом стоит, пятиэтажка, и там идет поклонение, короче, там звучат лекции, человек один там выживает, как может, никто о нем не знает даже. Потому что бери книгу, и все, как бы, Прабхупада с тобой разберется. И в этом милость, конечно, Прабхупада, и что он может даже один на один человека вести. Прабхупада удивительно, он может вести одного человека, находящегося полностью во врозземном окружении. В этой связи можно, да, тоже вспоминая слова духовного учителя, что часто тоже такой вопрос задавался. Он много говорит о заботе о предных, знаете, и предные тоже спрашивают его, а сколько долго нужно вести вот такого человека, к которому мы проявили свою заботу, дали ему свое общение, дали ему знания, дали ему первые, может быть, шаги какие-то в сознании Кришны. И он сказал, что это на всю жизнь, это не то, чтобы вы вот так вот просто дали человеку книгу, сказали, давай, вступай теперь сам по себе. Он сказал, что это забота, это будет забота на всю жизнь, с вами эти отношения. И поэтому та ответственность, которую Лочин Достокур сказал, она, конечно же, может быть, пугает некоторых предных, но вообще в том, что вот я вот так вот проявлю какое-то там внимание, заботу или же какую-то доброту, свою лояльность предности людям, которые хотят встать на путь предного служения. Но здесь нужно понимать, что эти отношения вечные. Все, кто соприкасается с предным служением, они начинают развивать отношения, и эти отношения вечные. Здесь, может быть, на Зумсанге или же на Харинаме, или же в другом месте, где мы развиваем отношения с предными, нам нужно понимать, это еще я тоже слышал от предных, нам нужно понимать, что эти отношения, они будут вечны. Мы знакомимся с предными, мы знакомимся сейчас друг с другом, и если мы понимаем и относимся к этим отношениям, что эти отношения будут вечны, они будут продолжаться еще и в духовном мире, то отношения наши со всем станут на другом уровне, и вот те вещи, которые читание Прабу тоже отметил, все они будут раскрыты в полной своей мере именно в том, что если мы будем относиться к людям так. Ну, по крайней мере, я так понимаю тоже. И мне кажется, что если бы человек сейчас слышал, кто-то бы слышал, ну, просто из людей, которые принимают свое решение, положим, да, то есть сознание Кришна – это для них или нет, да. Если вы не услышали, что один из учителей сказал, что, дорогие мои, кому бы вы не дали книгу, или кому бы вы не проповедовали, это на всю жизнь, то есть имейте в виду, что этот человек наш, и мы, ну, как бы, мы живем, дальше мы живем его жизнью, хотя его жизнь будет повтор нашей жизни. То есть, представляете, встретить человека, который я, но версия 90-х годов, и все начинать сначала, блин, то есть все объяснять, проходить с ним снова скандалы в семье, там, что жена не хочет готовить вегетарианское, там, что его она выгнала из дома, там, например. Представляете, мне это надо, блин, еще одну версию чей-то не даст, только, блин, раннюю, да, еще раз это проживает, вот мне надо, я хочу, я хочу прэму, я хочу бабу, как бы, я хочу быть в зуме, не хочу слушать странные вещи, какого-то начинающего преданного. Но если бы кто-то услышал эту фразу, мне кажется, вот я послушал, как бы, ушами такого человека, я бы сказал, я хочу быть с этими людьми. Что у вас действительно, учитель так сказал, да, он так сказал, я хочу быть с ним, я хочу быть его учеником. Я хочу быть учеником. Настолько это, настолько люди устали от предательства, как бы, от ненадежности всего, да, что ты ценен, пока ты с деньгами, ты ценен, пока ты пьешь, ты ценен, пока ты вот в этой тусовке или пока ты придерживаешься этих взглядов. Но где-то, где ты ценен просто сам по себе всегда, просто потому что ты однажды сделал шаг, люди не имеют такого опыта, понимаете, чтобы учитель сказал, так, все мои ученики, и не только мои, да. Каждый человек, который проявил небольшой интерес в сознании Кришны, вы за него отвечаете. Вы должны быть лояльны, то есть вы должны быть ему преданы. То есть свою преданность направляйте туда, если бы люди это слышали, да. Харик Кришна, спасибо, спасибо, дорогие преданные. Тогда на этом мы завершим сегодняшнюю встречу. Думаю, что много есть о чем подумать, и нам действительно есть, есть куда вкладываться, есть куда, где развивать отношения. И, конечно же, это отношения на основе предного служения, на основе, часто говорит это Магадев Прабу, на основе Писаний. И мы видим, как это работает, как это все складывается. И именно те отношения, которые построены таким образом, на основе предного служения, они являются самыми чистыми и самыми искренними. И в то же время открывают вот этот потенциал души, куда душа стремится. И Лочин Достокур Прабу сказал, что как бы есть потребность говорить. У каждого она есть. Есть рот, есть уши. Но нужно их одухотворить и включиться в духовные темы, включиться в обсуждение Господа, обсуждение Его игр. Таким образом, это приносит благо не только тем, кто слушает, но и даже те, кто задает вопросы. И даже те, кто не задает вопросы. Да, этот стих был недавно Шримад Багаватом. Что все получают благо от этого, не только мы. Поэтому будем продолжать, будем погружаться в нектар Шримад Багаватом. Огромное спасибо всем, кто участвует. Очень большое спасибо за эти детали, которые открыли нам, и читание Прабу также. Тогда мы будем продолжать. Завтра читание Прабу продолжит эту тему. Немножко мы будем углубляться уже в форму Вератруппы. В форму, так как Господь проявляется в различных материальных элементах. Это будет немножко такое, так скажем, философские моменты. Ну, готовьтесь, предные. Даже в этом мы можем найти нектар общения. Харе Кришна. Тогда на этом завершим. Если есть возможность, дорогие предные, включите камеры. Поблагодарим наших участников, предных Господа, которые неустанно прославляют Господа и говорят о Нем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!